Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами говорим о новом обновлении HyperOS для смартфонов Xiaomi. Чем ближе у нас подходит осень, тем горячей становятся новости о выходе HyperOS 1.5 и также HyperOS 2.0. Поэтому в этом видеоролике мы с вами и разберемся, чего же интересного ожидать от новых обновлений. Поэтому присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. Я неспроста сказал по поводу HyperOS 1.5, потому что как показывать практику уже на глобальном рынке, для некоторых смартфонов становится эта прошивка доступна. Но как же отличить ту же условно 1.5 от того, что у нас есть на сегодняшний день? У нас сегодня получается в видеоролике прошивка 1.0.12.0 с международным индексом и подопытным выступает Xiaomi 14. Если мы с вами нажмем на обновление, далее вверху на три точки список изменений, мы с вами наблюдаем старый значок такой системы, а также просто упоминание про обновление патча безопасности от июля 2024 года. Но если допустим на ваше устройство, допустим Poco F6 Pro приходит обновление 1.0.5.0 и у вас там очень огромный список, и в частности оптимизация анимации, оптимизация алгоритмов и тому подобное, то знайте, это HyperOS 1.5. Но вы меня можете спросить, а почему по цифрам оно не совпадает? Ну как обычно разработчики косячат, то разработчики сказали, что в будущем они всю эту информацию причешут, грубо говоря, и нумерация будет правильной. Говоря же о том, что у нас является условно таким переходным, то я могу отметить следующее. Это появление некой плавности, но к этому мы еще придем. Хотел бы остановиться отдельно на разделе взаимосвязанность, который уже к которому обновлению не могут починить. Как бы то фишка, заявленная разработчиками, что она должна между собой сопрягать планшеты умные часы, она просто не работает. И я думал, что может это проблема каких-то там стоковых компонентов, их обновлял. Думал проблема самой прошивки, также обновлял прошивку, но это никакого результата не дало. Также писал я в отчетах, соответственно, такие репорты о том, что это не работает, но пока что также на это не было никакого обращения со стороны разработчиков. Но возможно в будущем и когда-то они это исправят, хотя опять же есть очень много вопросов к этому моменту. Если мы с вами еще посмотрим по настройкам, хотел бы еще отметить такой момент, о котором я уже упоминал, но почему-то многие на это не обращают внимания. В комментариях очень часто появляются такие вопросы. У нас при обновлении до HyperOS убрали количество отображаемых значков. Да, это было раньше проблемой. Но на сегодняшний день добавляется вот такой интересный раздел в уведомлении строка состояния, где вы можете выбирать количество отображаемых значков. Но если допустим сравнивать ту же HyperOS с 1.5, китайскую версию, на которую я делал обзор, то там можно по умолчанию их включить неограниченное количество, как собственно это было и ранее. Введут ли такое в глобалке, ну к сожалению пока что такой информации не располагаю, но я надеюсь, что это должны как-то исправить в будущих обновлениях. Я немножечко сказал за быстродействие и оптимизацию и упомянул, что об этом мы поговорим чуть попозже. Хочу также обратить ваше внимание, что если вы обновите стоковое приложение системной оболочки, то вы получите действительно улучшение в своем смартфоне. Ну в плане тех же анимаций, переходов, ну и тому подобное. Но также стоит понимать, что если у вас там допустим, ну условно там, я не знаю, Redmi 4X, ну это конечно так чисто на сарказм, ну если у вас там, не знаю, Redmi Note 11 обычная версия или еще какая-то версия, то соответственно там вы каких-либо анимаций таких не получите. Но если мы берем во внимание вот допустим смартфон Xiaomi 14, то да, как бы с этим вопросом никаких у меня нареканий нет. Но как отмечали пользователи на других аппаратах, ну будь то там, к примеру, не знаю, какого-нибудь Xiaomi 13, Xiaomi 12, Xiaomi 13T, 13T Pro и тому подобное их можно перечислять. На них действительно это обновление помогло улучшить отклик самой системы и стало действительно лучше. Но мы с вами еще вернемся в настройки. Разработчики пока что не всем рассылают новое обновление приложения безопасности, но уже сейчас вы конечно же его можете поставить. Так же как и допустим тоже обновление пока лаунчера и системной облочки по ссылкам из описания. Что вы сможете получить? Вы получаете допустим в защите батареи оптимизированную зарядку, если у вас этого не было. А так же вы еще можете получить опции, которые позволят вам ускорять вашу зарядку, ну или же наоборот пускать пониженное напряжение на свое устройство. Ну тут как бы да, разработчики позволяют нам в этом вопросе несколько поиграться. Ну а так в целом если вам на сегодняшний день приходит лишь обычная заглушка по типу обновления патча безопасности и тому подобное, то знайте, что не стоит ожидать чего-то сверх вау от этого обновления. Так же разработчики для Poco F6 выпускают эту самую 1.5 HyperOS именно глобалку. И вот там мне лично будет интересно посмотреть, как же она работает, потому что китайка это одно, глобалка это другое, ну что в принципе и логично. Но вот как разработчики все это перенесут на наш рынок, это остается загадкой. Потому я надеюсь, что в скором времени смогу раздобыть тот файл прошивки для тестеров, поставить на Poco F6 и сделать для вас полноценное видео. И так же еще отвечая на вопрос, стоит ли обновляться до вот этих всех новых обновлений, я могу сказать, что да. Никаких фатальных ошибок в них не наблюдается, фишки по типу там вот допустим того же Xiaomi Smart Hub, они у нас присутствуют. Все это полноценно работает и этим можно пользоваться. Ну а так с вами ждем HyperOS 1.5 для немногочисленного количества смартфонов и будем уже там смотреть, что же мы с вами на выходе получили. Ну а если еще остались какие-то вопросы, смело пишите их в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok